Ну и в завершении выпуска. Камень на месте будущего храмового комплекса с богодельной заложили в деревне Машково. Его построят в честь великомученика Георгия Победоносца. Уже после закладки камня верующие отправились на архиерейское богослужение, которое прошло в храме Преображения Господня, где почтили память всех новомучеников и исповедников Люберецких. Появление нового храма – важное событие. В этот день в Машкове собралось много верующих. Чин закладки храма совершил Константин, епископ Зарайский, викарий Московской епархии. После сегодняшнего дня этого чина, дело будет спориться, и в скорости на этом месте воссияет Дом Божий. В этом Доме Божьем будет совершаться святая Евхаристия, приносится бескровная жертва, люди будут причастны к христовых тайн, будут совершаться другие таинства церкви. И через это возгреваться будет благодать Божия, радость и счастье от Господа в сердцах людей, и люди будут идти к Царству Небесному, молясь в этом святом храме. После закладки камня верующие направились в Храм Преображения Господня. Там владыка Константин провел архиерейскую службу в память новомучеников и исповедников Люберецких. 25 марта – День их памяти. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца, и причастие Святого Духа будет со всеми вами. Также на службе к верующим обратился священник Илья Семенов, настоятель Преображенского храма в Краскове. Мы должны с вами помнить, и память – это не просто память о каких-то исторических событиях. Это наше внутреннее проживание, прикосновение к жизни тех, кто следовал за Христом истинно, верил. Напомню, 25 марта 2018 года прошло 80 лет со дня кончины трех новомучеников Люберецких – Иоанна Попова, Константина Соколова и Петра Маркова. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.